Благодарю вас, господин председатель. Будучи твёрдо приверженным неукоснительно слеповать международного гуманитарного права Боливарианской республики Венесуэлы, осуждать, независимо от того это совершил, нападение без разбора на гражданское население и гуманитарный персонал, а также бомбардировку больниц, медобъектов. Как мы об этом уже говорили, когда речь шла о полосе газа, о оккупированных территориях Палестины, Ираке, Ливии, Йемене, Афганистане и Сирии. Тем не менее, наша страна проголосовала против проекта резолюции по положению в Восточном Алеппу. Мы считаем, что указанные тексты не содействуют адекватному рассмотрению гуманитарной проблематики, которая серьёзно ухудшилась среди населения этой провинции из-за варварских действий фронта Аль-Нустра и связанных с ним, а также ужасной динамики войны в стране. Мы с обеспокоенностью отметили, что ситуация в гуманитарных вопросах требует конкретных решений, берущих за основу принципы беспристрастности, объективности, отказа от политизации. Но в этом случае благородные гуманитарные цели используют для того, чтобы продвигать политическую повестку некоторых членов Совета безопасности в ущерб сирийскому народу. В этом контексте пытаются использовать гуманитарную драму населения Восточного Алеппо для того, чтобы возложить ответственность на Сирию и Россию, ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в зоне. А на деле же главные, прямые, ответственные за эту трагедию – это террористические группы, которые при внешней поддержке совершают жестокие преступления против сирийского народа. Вот уже пять лет, когда они стремятся к такой цели, как свергнуть законное правительство. Мы не можем упустить из виду тот факт, что существуют и другие действующие круги в этом конфликте внутри Совета безопасности. Поэтому, когда мы говорим по этому вопросу, мы, члены Совета, несем совместную, но дифференцированную ответственность. Эти круги напрямую участвовали в вооруженном конфликте с самого его начала. Они поставляли оружие насильственным негосударственным формированиям, которые потом превратились в террористические группы и даже вышли из-под их контроля. Сегодня пытаются забыть о последствиях собственных же действий и используют драматическую риторику, а при этом на самом деле подпитывают войны не только в Сирии, а вообще на Ближнем Востоке. Мы считаем, что если бы был настоящий подлинный интерес к тому, чтобы прийти к консенсусному тексту, Совет смог бы подготовить такую резолюцию, как отражало бы единство в Совете. Но, к сожалению, некоторые государства-члены Совета использовали политическую повестку в ущерб населению Алеппо. Явное упорство продвинуть эту повестку, этот проект в Совете, несмотря на то, что он не проходит, привело к разделу в Совете безопасности, и это ставит под угрозу то, что было уже достигнуто, прежде всего, за счет работы Международной группы поддержки Сирии, Российской Федерации и Стефана Дебестура. Господин председатель, борьба с терроризмом, которую координированным образом ведут правительства Сирии и России, не может рассматриваться как нечто, как это пытаются некоторые необоснованно показать, как урон населению, сирийского населения в Алеппо. Реальная угроза – это тысячи боевиков фронта Аль-Нусра, другие террористические группы, которые фактически превратили в заложников 275 тысяч гражданских людей, которые живут в этом городе, которых они используют как человеческий щит, вопреки международному гуманитарному праву и международному праву в вопросах прав человека. Достаточно напомнить о том, что правительство Сирии открыло гуманитарные коридоры к Алеппо, а террористические группы, они расправлялись над теми, кто пытался из города уйти. Борьба против терроризма – это общая цель международного сообщества, как неоднократно было сказано в резолюциях, принятых Советом. При таком положении вещей мы не понимаем, как так называемая умеренная позиция, не может отменеживаться раз и навсегда от фронта Аль-Нусра. Если намерения к миру и стабильности в Сирии искренне, то умеренная позиция должна присоединиться к усилиям по искоренению такого зла, как терроризм, и решительным образом принять участие в мирных переговорах без предварительных условий. В срочном порядке требуется прекратить поддержку из-за рубежа, поддержку вооруженных групп, которые стали террористическими группами, и в срочном порядке реализовать режим прекращения огня, согласованным 9 сентября. С другой стороны, парадоксально то, что предложение в резолюции, о которой сейчас идет речь, требует от Сирии ограничить свое легитимное право на полный суверенитет в отношении собственной территории, прежде всего воздушного пространства, посредством прекращения военных полетов над Алеппо. Это требование идет вразрез с той гибкостью или упущением со стороны Совета в других конфликтах – полоса Газа, Фалуджа, Багдад, Йемен и Афганистан. Мы настоятельно отмечаем, что вопросы в Совете не могут рассматриваться при использовании двойных стандартов. Мы считаем, что полное осуществление собственного суверенитета, который выражается в контроле над территорией, это гарантия эффективной борьбы против такого зла, как терроризм в Сирии. Задаемся вопросом, как можно ограничивать право Сирии на собственный суверенитет, когда сам Устав Организации Объединенных Наций закрепляет этот принцип, равно как территориальную целостность, политическую незавиденность – это важнейшие постулаты мира и международной безопасности. Совет не располагает полномочиями для того, чтобы носить ущерб суверенитету государств-членов, и не может решать, законно правительство или нет. Это право закреплено за народами. Мы не можем допустить, чтобы повторялся ужасный опыт военной агрессии в Ираке и Ливии, среди прочего. Какой ущерб, какой урон был нанесен этим народам, и потом были созданы после уничтожения их политических и организационных структур условия для того, чтобы разрасталась Аль-Каида и появился ИГИЛ-ДАЕШ. И, наконец, мы не приемлем манипуляции человеческой драмой народа Сирии. Эта война финансируется, ее поддерживают из-за рубежа. Мы будем и далее занимать твердую позицию, несмотря на все давление и манипуляции в СМИ, когда эту тему пытаются трактовать с двойных позиций. Мы будем защищать принципы устава ООН, будем добиваться политического переговорного решения этому ужасному конфликту. Мы и далее будем работать на благо мира. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителя Венесуэлы за его выступление.